У нас Екатерина Вячеславовна, как начальник экологического посвятительского центра Воробьёвы горы от МОЗ природы, она со всеми вузами работает. Ну, давайте вам слово, а вы потом уже будете завершать. Хорошо? Василий Иванович, договорились. Ну, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я постараюсь коротко, но, во-первых, я не могу, позвольте отреагировать несколько слов буквально на ускепление Ивана Ивановича Весенова, по поводу того, что прошу, чтобы в школах была экология. Ну, я представляю и МОЗ природу, Экко-центр Воробьёвы горы. Спасибо, Михаил, за представление. Ну, еще я преподаю немножко МГИМУ, вот, курс устойчивого развития современного мира. Ну, там большое внимание уделяется этому направлению. Ну, об этом, может быть, так сказать, расскажут непосредственно там сотрудники, вот сегодня Екатерина Александровна здесь. Вот, и еще представляю ассоциацию образования и посвящения по экологии и устойчивому развитию. Причем это не только Москва, это межрегиональная ассоциация. Ну, и хочу сказать, что вот наш стандарт, который сейчас, он позволяет, он восхитительно волшебный, по которому сейчас учатся в наших школах, он позволяет практически все с экологическим образованием делать. Но, во-первых, о нем практически никто не знает, даже, так сказать, учителя или, так сказать, жирных директора. Во-вторых, это никому не нужно. К сожалению, это вот такая данность. Здесь нужны какие-то волевые решения. Может быть, вот комиссия Зои Михайловна как-то будет, ну, сможет поспособствовать. Мы проводим этот мониторинг уже пять лет. Сначала с самого, вот, причем не только экологическое образование, но и образование интереса устойчивого развития. Там, за исключением нескольких целей, есть все для того, чтобы, так сказать, говорить про цели в области устойчивого развития, большинство целей, о которых мы знаем, но о которых нет ничего не знаю в школах. И немножко среагируя на ваши слова, вы начинали про Айтиногойскую конференцию 15-го года, по результатам тоже ничего никто не знает, вот за исключением в нашем сидящем зале. Мы проводили такой мониторинг по нашей стране, вот на, так сказать, по российской олимпиадной школьникой технологии, где лучшие люди присутствуют в этом плане. Ну, если будет интересно, то в рабочем порядке потом могу, так сказать, подробности. Ну, а сейчас, так сказать, попробуем сразу, наверное, как, опять же, Саня Михайловна сказала, а что мы можем сделать вместе, что может нас объединить какое-то время назад, на конференции «Департамент природосвязывания охраны окружающей среды» получала такая идея. А вот такой проект мог быть нам всем интересным, как 100 дипломных проектов для устойчивого развития Москвы, где и проблемы энергетики, проблемы строительства, проблемы природопользования, любые проблемы могли бы быть представлены лучшими студентами направления экологии природопользования, охрана природы там, ну, по разным направлениям экологическим, которые здесь представлены московскими, и, может быть, не только московскими вузами, но пока можно говорить о Москве. Ну, понятно, почему. Москва все-таки такой лидер по разным направлениям экологическим. Ну, и, конечно же, Москва природа, московское управление природными территориями, которое я сегодня представляю как начальник экологопосредительского центра Воробьева гора, тоже может сыграть свою роль как паза, потому что это все... Вот спасибо, вы меня приглашали на практику, поскольку есть уникальные возможности посмотреть экосистемы разной, и ОПА-системы, и АГРЭ-системы, там, и лесные. Ну, я, со своей стороны, как представитель Москва природы, могу пригласить в особо охраняемые природные территории Москвы, больше ста, о них тоже, к сожалению, мало кто знает, это уникальные природные территории. И к нам уже приходят студенты, в этом году, это больше 60 человек проходили практику из, так сказать, из более, из 10 вузов, среди которых такие вузы, как и МИМО, и РУДН, и авиационный университет. Ну, я все перечислять не буду, я тоже, так сказать, список есть, кому интересно, я могу сказать. То есть уже фактически это делается, и это можно делать, так сказать, и вот на базе, в том числе, и МОС природы. Ну, не только можно и практику проводить, и разные, так сказать, студенты участвуют в акциях, в экологопосвятительских акциях, в благоустройствах, в учетах животных, то есть непосредственно та деятельность, которая занимается МОС природы, и хочу сказать, что МОС природа, это, конечно, работодатель. Такой один из, в Москве, для экологов это большая, проблема для, ну, как мы говорили, но мы понимаем прекрасно, что, к сожалению, наши студенты не очень востребованы, у нас такое направление очень специфическое, и вот, конечно, каждый работодатель, он на счету. Вот, у нас работают, как раз, выпускники ГИБО, тоже, так сказать, и идут с удовольствием, ну, и я думаю, что и другие тоже выпускники придутся для МОС природы хорошими специалистами, хорошими сотрудниками. Ну, вот, наверное, немножечко про студентов. Ну, как, ну, так сказать, я думаю, что и здесь вот прозвучало московский энергетический институт, очень интересные работы, можно, мы могли бы посодействовать вузам в том, что, так сказать, вот, очень интересные работы со школами, как-то свести, это и возможность набора, у нас есть школы, которые хотят сотрудничать, вот, именно по экологической тематике. Вот, и им, ну, вы знаете, что в 20-м году, в 20-му году стандарты, вот эти вот образовательные, то есть потребуется, чтобы каждый школьник написал свой проект. И здесь школы уже сейчас, те директора, которые добывают на будущее, они понимают, что им нужны вот такие драйверы, которыми могут быть наши студенты. То есть, если кому-то интересно, то с нашей стороны мы можем, так сказать, предоставить вам какие-то контакты со школами, мы можем подумать о том, что кому-то будет интересно, допустим, какое-то аграрное, там здесь хозяйственное направление, наше замечательное тем healthier, кому-то энергетическое направление, ну, понятно, так сказать, наши энергетики, кому-то международное направление, там много, так сказать, разных вещей, Тоже хорошо. В разных направлениях РУТН замечательно, конечно, но отдельное, так сказать, уважение выражу РУТНа, поскольку сейчас оператор Всероссийской Олимпиады школьников, в том числе и по экологии, и еще и, так сказать, центральной предметно-металлической комиссии. Вот, то есть здесь мы могли бы такую вот объединиться, такую систему разработать, и, может быть, на базе как раз комиссии или совета, там, экспертов Зои Михайловны мы с удовольствием могли бы присоединиться. Ну, это вот, что касается практических таких предложений. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.